Здравствуйте, уважаемые товарищи! Сегодняшнее наше занятие на тему выдвижения работниками требований к работодателю о принятии проекта коллективного договора работников. Выступает делегат Российского комитета рабочих, рабочий Дмитрий Юрьевич Шилов. Пожалуйста. Здравствуйте, уважаемые товарищи! Меня зовут Дмитрий Юрьевич, как меня уже представили. Я работаю в акционерном обществе КБСМ, монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов. Хочется с чего начать эту нашу тему о выдвижении требований работников. О том, что вообще такое профсоюз в современных условиях и какой он сейчас, в настоящий момент, какое он свойство имеет, качество и какой он должен быть. Известно, что профсоюз – это объединение работников по профессии. Профессиональный союз. В современных профсоюзах мы видим множество работников, куда входят и работники ИТР, и руководящие работники. И занимают там зачастую управленческие функции, берут на себя. А это, в общем-то, не соответствует понятию профсоюза, его определению. Что профсоюз должен быть по своей сути, должен быть отвечать интересам работников. И это приводит к тому, что в ужасном обществе, в классном обществе профсоюзы перестают выполнять свои функции. То есть, капиталисты внедряют в профсоюз, в руководство профсоюза своих работников, накрывают их своими шапками. Таким образом, профсоюзы выполняют функцию работодателя во многом. В основной своей функции. То есть, это защита прав работников, условия труда, улучшение условий труда, борьба за заработную плату, за повышение уровня реального содержания заработной платы. В общем, эта борьба не ведется. И в связи с этим, чтобы работникам сделать так, чтобы профсоюзы работали на них, необходимо создать в профсоюзах рабочие секции. Это вот такая тактика борьбы, которую предлагает Рабочая партия России, Российский комитет рабочих. Почему? Потому что именно рабочие, рабочее ядро профсоюза, Интересы рабочих, они отвечают интересам всех трудящихся. И если профсоюз будет соответствовать интересам рабочего класса, тогда будет толк в этом. Профсоюзы будут действующими, станут сильными. Сильный профсоюз, что такое сильный профсоюз? Это профсоюз, который отвечает интересам рабочего класса, работников. И соответственно всех работников. То есть, в первую очередь, товарищам рабочим, надо осознать то, что именно на них, на нас, рабочих, лежит эта ответственность, эта роль. А не то, что жаловаться там все время, что вот профсоюзы не отвечают, как бы ничего не делают. Мы платим взносы, ну вот как такие обычные разговоры мы слышим, что вот мы платим взносы, они ничего не делают, значит надо выходить из профсоюза. Ну еще подождем, вот еще немножко. Ну вот, 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 сейчас, сейчас, сейчас подождем. Ну вот, ну и если ничего не будут делать, значит будем выходить из профсоюза. Вот такие настроения. В общем-то, товарищи рабочие, это, конечно, неправильная, неправильная позиция. Ну потому что выходить из профсоюза, ну это единственная организация, массовая организация на производстве, которая должна выполнять наши требования, наши устремления. Вот. И никто, кроме нас самих, не сможет эту роль выполнить. То есть профсоюзы это мы, профсоюзы. Объединение рабочих, работников, это мы. Это не руководство, это не профорги. Это не председатель профсоюза. Это прежде всего работники, работники, рядовые, рабочие, вот, которые выбирают тех, кто будет представлять их интересы. А не так, как сейчас происходит, то есть назначаются, значит, сверху, вот, удобные люди, руководство, да, и этот профсоюз, ну, в общем-то, годами не выполняет своих основных задач. Вот. Вот. Что для этого предлагает вот рабочая партия России? В первую очередь необходимо иметь на руках коллективный договор работников. Вот. То есть... Но, единственное, с одной поправкой, что этот договор, ну, конечно, может написать и один человек, там, да, ну, обычно так и происходило, да, вот что человек пишет коллективный договор, вот, ну, потом, значит, начинает его, значит, продвигать в коллективах. Но лучше, чтобы все, все участники, все, все работники, предприятия, ну, рабочие, желательно, вот, участвовали в написании этого коллективного договора, тогда он будет, ими, как говорится, выстрадан, выношен, они будут знать, за что, за что они борются. Вот. Но для этого необходимо создать рабочие секции в профсоюзе. Вот. Чем это, какой плюс от этого, значит, что, ну, вот в этой тактике, значит, во-первых, не нужно выходить из действующего профсоюза, да, вот этого предприятия, который уже давно сложился, в нем много, значит, членов этого профсоюза, то есть не нужно выходить из него и вставать в оппозицию, в оппозицию, значит, в конфронтацию, в такую антагонистическую такую. То есть это дает возможность спокойно, без, ну, там, какой-то, без сильного давления, да, на маленький профсоюз, да, то есть как это вот бывало, да, зачастую, что люди организовывали небольшой профсоюз, значит, выходили с красным флагом, 3-5 человек, значит, еще и регистрируются там, значит, ну и что, и, значит, чаще так происходит, что с ними просто разделывается работодатель, и, ну, и в итоге это отбивает охоту и на долгое время у остальных, да, кто в стороне стоял, может быть, сочувствовал, то есть это тоже негативный след оставляет, вот такая тактика, то есть вот это, значит, вот этот способ, да, что создать рабочую секцию, то есть мы не против, мы вместе со всеми, то есть с инженерами, там, с, значит, с теми, кто, значит, в этом профсоюзе, вот, значит, работаем над коллективным договором, вот, значит, и когда, значит, это уже, эта стадия дойдет до того, что люди поддержат, а люди, скорее всего, поддержат, потому что требования в нем прогрессивные, рабочие эти требования понимают, они близки, вот, значит, собираются подписи, значит, вот эта рабочая секция, да, инициативный комитет, рабочая секция, можно назвать ее как угодно, вот, вот, ну, суть от этого не меняется, инициатива, да, да, еще один плюс, что не нужно, ну, как бы, регистрироваться в буржуазных органах, то есть инициативную группу нельзя разогнать, ее нельзя прекратить, запретить, никто не может запретить рабочим, да, вот, объединяться, это самое важное требование, да, и не требование, вернее, право, да, самое важное право, вот, которое мы имеем, рабочие, на объединение, потому что в этом наша сила, вот, когда мы объединяемся, мы становимся сильнее, у нас других рычагов-то нету, то есть только объединение, вот, рабочих, и таким образом, это еще один плюс, что невозможно запретить, да, а маленький профсоюз могут вызвать в суд, там еще какие-то, могут быть разборки с буржуазными органами, да, а это, ну, это не в наших, не в наших интересах, да, потом таскаться по судам, по этим, вот, силы, как бы, неравные, вот, поэтому спокойно, вот, работать в профсоюзах, значит, расширяя рабочее, рабочее влияние, привлекая рабочих, вот, к управлению, по сути, значит, делами предприятия, вот, значит, 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 по подразделениям, да, вот, собираем подписи за проект работников, то есть, и очень важная тут стратегическая задача такая, чтобы на, выйти на переговоры, когда, ну, мы набрали, да, вот, с рабочей секцией, с инициативной группой, набрали 50 плюс 1 процент от работников предприятия, уже имея на руках коллективный договор, имея на руках выжимку из коллективного договора, ну, где прописаны, там, 5-7, там, основных пунктов, да, для удобства распространения пропаганды коллективного договора, то есть, мы даем выжимку, мы не даем каждому читать договор коллективный, то есть, идет работа с выжимкой, вот, с людьми разговариваем, вот, ну, можно дать один договор, допустим, там, на подразделение, на цех, там, на бригаду, вот, то есть, эти договоры, конечно, тоже должны быть на руках, вот, и всем, всем раздать, всем желающим, всем интересующимся, то есть, мы собрали 50 плюс 1, да, подписи, и выходим на переговоры с работодателем, да, вот, инициативный комитет выбрал, значит, представителей, там, троих человек, да, допустим, вот, то есть, мы не говорим, что мы, там, вот, у нас, мы, как бы, председатели, да, вот, мы сейчас, это самое, ну, чтобы председатели переизбирать, мы это, ну, чтобы, значит, профсоюз, там, да, и на нас не ополчились, мы это не ставим, такую задачу, там, сразу, да, переизбирать кого-то, вот, то есть, ну, это уже, когда, если этот инициативный комитет вырастет до таких, ну, силу наберет такую, что, вот, тогда уже, да, можно и переизбрать руководство, вот, пока такой задачи на первом этапе мы не ставим, то есть, нам нужно выйти на переговоры с работодателем, вот, и в качестве требования, требования работников, мы выдвигаем требования за принятие всего коллективного договора, нашего, то есть, коллективного договора работников, вот, и требуем принять его в целом, ну, то есть, полностью, что это дает, во-первых, мы избегаем вот этой процедуры, вот, этой волокиты, да, волокиты с, значит, переговоры, да, вот эти, которые могут растянуться, там, на месяц, да, вот, и в итоге неизвестно, дойдет это все до забастовки или не дойдет, вот, то есть, суть в том, чтобы стоять, то есть работники должны стоять на том, чтобы, чтобы работодатель принял этот договор полностью, вот, как он есть с этой самой, значит, со всеми пунктами, да, которые, понятное дело, он не примет на переговорах, вот, потому, что, значит, коррективный договор прогрессивный, он кардинальным образом меняет, в общем-то, жизнь работников, поэтому работодатель будет стоять вот, до последнего, вот, то есть, идея в том, чтобы перейти к забастовке, вот, то есть, довести, довести это дело за, до забастовки, потому, что там, дальше там идут, значит, процедура разногласий, вот, примирительная комиссия, значит, арбитраж, вот, то есть, наша цель, вот, довести дело, чтобы объявить забастовку, ну, то есть, в случае отказа работодатель, а, в общем-то, ну, тут надо понимать, что отказ, скорее всего, будет, значит, эти требования, да, значит, становятся, ну, да, то есть, мы опять идем, значит, по коллективу и уже собираем подписи за, значит, за, как, чтобы, чтобы эти требования стали забастовочными требованиями, вот, принятие, то есть, коллективного договора, вот, и с этим, в общем-то, выходим на забастовку. При составлении, хочется сказать, что еще, при составлении коллективного договора необходимо руководствоваться программы Федерации профсоюзов задачи коллективных действий. В этот договор необходимо включить требования, касающиеся по заработной плате, это ежегодный прирост заработной платы, превышающий уровень инфляции не менее, чем на 20% от уровня заработной платы. Таким образом, за несколько лет можно будет добиться доведения уровня заработной платы до ее стоимости. Также необходимо включить требования о сокращении рабочего времени до 6 часов, соответственно, также плавный переход за несколько лет перейти к этому режиму работы, где, естественно, с сохранением, вернее, даже с сохранением, но с улучшением заработной платы, с увеличением ее. Вот. О чем говорят другие пункты о повышении заработной платы. Ну и также в этот коллективный договор необходимо включить пункты об улучшении условий труда, такие как дополнительные отпуска, проведение комиссии по СОУД так, чтобы они отвечали интересам работников. вот. Ну вот, хочу сказать, товарищи рабочие и сочувствующие, кто понимает, что развитие рабочего класса, оно приведет к развитию всего общества в целом, что вот такая задача, как выдвижение требований, вот, пока нами еще не решена, и в общем-то рабочие, работники не умеют, не умеют, и ну, то есть, ну, этому, в общем-то, препятствуют, конечно, и буржуазные силы мощные, которые направлены, да, на то, чтобы рабочие ничего не требовали, да, вот, ну, а раз рабочие ничего не требуют, значит, это подразумевает, что, значит, мы согласны, да, с тем, что, что у нас забирают, значит, средства существования, там, вот, и увеличивают нагрузку, там, и время рабочее, вот, так что без этой задачи это необходимо, то есть, рабочим научиться выдвигать свои требования, вот, экономические, конечно, в первую очередь экономические требования, потому что, вот, хочу сказать тут об идеологии, как-то, вот, тоже необходимо сказать о том, что Карл Марс говорил, что вначале, вначале рабочие начинают бороться за свою зарплату, это самый, вот, их насущный интерес, ну, обычные, простые рабочие понимают, что, ну, вопрос денег, как бы, да, вот он, перед носом висит, у нас, у рабочего, у каждого, каждый это чувствует каждый день, как денег становится все меньше, затраты больше, ценность все дорожает, да, то есть, борьба начинается с этого, с экономических, борьба за свои экономические интересы, и, чтобы добиться успеха в этой борьбе, рабочие собираются в союзы, то есть, в коалиции, в союзы, вот, потому что другого просто нету, они понимают, что это их единственное, единственное, это их возможность, то есть, вместе, сообща, побороться за свою зарплату, добившись какого-то успеха, да, рабочие понимают, что, если мы смогли улучшить свои материальные положения, мы можем добиться большего, мы можем дальше идти, и что вот это объединение, оно становится для рабочих еще более, большей ценностью, чем вот эта борьба за зарплату, то есть, рабочие понимают силу, вот, и этот путь необходимо пройти, этот опыт получить рабочему классу, никто ничего не принесет, товарищи, на блюдечки, сейчас не те времена, и вот та пассивность отчасти, которая была привита, да, рабочему классу еще в советские времена, вот сейчас мы пожинаем плоды, да, снятие, снятие социалистического строя, да, капиталистическом, вот эти последствия, да, что рабочему классу необходимо преодолеть. ну, в общем-то, хочется еще сказать, что задача создания рабочих секций, рабочих в профсоюзах, она, в общем-то, задача и с одной стороны это тактика рабочих, и это задача стратегическая, почему? наше дело, в общем-то, довести, то есть, рабочие все равно должны пройти, пройти какую-то стадию, да, вот этой борьбы, что, что все равно, значит, ну, можно улучшить на своем предприятии, там, какие-то условия, да, может быть, повысить зарплату, там, то все, вот, условия труда, но, если эта борьба не соединена, то есть, она, то есть, ну, вот как у докеров получилось, да, вот у них же очень был хороший договор коллективный, а сейчас, вот я вижу, значит, объявления набираются, требуют у докера зарплаты, а вот 65, 65 тысяч, вот, то есть, это явное ухудшение, да, а отчего, потому что перестали, перестали бороться, замкнулись в себе, вот, то есть, вот, а стратегия это какая, то есть, через проведение забастовки, создание забастовочных комитетов, выдвинуть своих представителей территориальные органы Советы, то есть, и такой орган уже создается, он уже создан, по сути, то есть, это объединение рабочих Ленинграда, вот, это объединение рабочих представителей от предприятий, но пока еще не забастовочных комитетов, но предприятий, то есть, где люди могут с разных предприятий, имея на руках вот эту тактику, программу, стратегическую, эту задачу, координировать свои действия, встречаться на территории от разных предприятий, делиться своим опытом, значит, проявлять солидарность, поддерживать друг друга, это очень важно, вот, то есть, советует, это единственная известная пока, ну, эффективная, успешная форма объединения рабочих для управления предприятиями, то есть, как уже этот путь уже был пройден русскими рабочими в 17-м году, в общем-то, ничего по большому счету не изменилось с тех пор, вот, так что вот такая задача, товарищи, через выдвижение требований, объявление забастовки за прогрессивный коллективный договор работников, создание забастовочных комитетов, советов, ну, и перспективе и взятие власти рабочим классом. Наверное, на этом буду заканчивать, так что, если есть вопросы, пожалуйста. Спасибо, Дмитрий Юрьевич. Кому угодно задать вопросы. А есть какие-то достижения практические при такой тактике, успехи какие-то на каких-то предприятиях? В общем-то, тактика, она довольно новая, теоретически, вот, а выходит из того, что вот та тактика, которая применялась до этого, вот, то есть создание малых профсоюзов, так скажем, оппозиционных, да, действующему на предприятии, ну, ни к чему не привело. Вот. Эту тактику еще надо обкатать на практике. но я, как вот рабочий крупного предприятия, вижу в этом перспективу и, в общем, буду применять ее и, ну, вижу в этом большие плюсы и считаю, что это верно, она отвечает интересам рабочего класса, интересам значит, работников и, ну, если это делать, в общем, все, если вот это все, то, я думаю, что успех будет и, ну, победим обязательно. Может быть, и это не завтра случится, вот, там, ну, на это потребуется время наверняка какое-то, чтобы дошло до людей, до рабочих, прежде всего, вот, что другого пути нету, иначе, ну, иначе мы будем скатываться, даже наша жизнь будет ухудшаться, вот, то есть, тут, как бы, вариантов-то нету, вот, спасибо. Да, пожалуйста. А, было сказано, что рабочие создают свои запоточные комитеты на каждом предприятии и потом посылают своих представителей в совет городской, и получается общегородской совет, как бы, уже орган советской власти, а вот не сказано, что этот совет действовал и что якобы это равно тому, что было в Иваново-Вознесинске, не сказано, что этот совет действовал в условиях всеобщей политической стачки. Где у нас всеобщая политическая стачка? Значит, совет-то существует, а стачки-то нет. Это получается какая-то бюрократически чиновничья организация пустопорожняя, внешняя форма, без наполнения, и никаким советом по этому она не является и органом власти тоже. Потому что орган власти это когда берется политическая власть, то есть стачка, забастовка, отрицание этой власти, ее нет. И, кстати, вопрос, почему же рабочие не работают над этой задачей? У нас 32 предприятия, где раздается газета Трудовая Россия и Народная Правда, которая издается рабочей партии. Почему рабочий Шилов не договаривается с этими 32 предприятиями о проведении всеобщей политической стачки на одно число? И вот в процессе это образовались бы советы подлинные, как орган начата советской власти. Ну, понятно. Ну, в общем, хочется сказать, что вот уважаемый оппонент, мне кажется, бежит немного впереди паровоза. Потому что политические стачки, политические требования, до них нужно дорасти. Вот сейчас мы видим, что рабочий класс даже за экономические требования не может пока организоваться, чтобы выдвинуть экономические требования. Не все, конечно. Нет, не хочу сказать за всех. Есть очень позитивные примеры. Есть газета такая за рабочее дело, где публикуются успешные примеры борьбы рабочего класса. За свои экономические требования. Пока у нас рабочий класс на этой стадии. Понимаете? то есть выходить сейчас ну ходить там по заводам. Во-первых, у рабочего Шилова есть работа на своем предприятии. Основная работа, где я там зарабатываю себе на кусок хлеба. Вот. И потом ну это не люди это не услышат. Понимаете? Сейчас волнует людей рабочих волнует вопросы заработной платы, условия труда, нагрузки такие, дорога. То есть вот с этого надо начинать. А потом, когда уже это движение, да, то есть что такое коммунистическое движение? Это соединение научного социализма с рабочим движением. но рабочее движение, где оно? Надо, чтобы было что соединять, с чем. Вот, когда будут забастовки, будет, значит, рабочий класс поднимется за свои насущные интересы, да, хотя бы, вот, чтобы в этом сейчас задача, вышел на забастовку. Вот, тогда уже, если несколько предприятий выйдет на забастовку, вот это уже совет, вот это уже власть, можно будет остановить работу нескольких предприятий и выдвинуть политические требования. Но тогда этого еще, извините меня, еще, ого-го, какой путь надо проделать рабочему классу. Я понимаю, что кому-то хочется, чтобы это побыстрее все произошло, происходило, но, тем не менее, есть объективные условия материальные условия, экономические, прежде всего, вот, поэтому, ну, тут никак через это не перепрыгнуть. Рабочий класс должен научиться пройти эту школу, профсоюзную, это школа, школа коммунизма, вот, то есть, а вы их сразу тащите в этот самый, в аспирантуру, поэтому так не получится. Простите, пожалуйста, 30 лет прошло. Выступать собираетесь? Недостаточно? Если выступать, пожалуйста, вопросы есть еще? Нет. Пожалуйста, хотите выступать? Выходите сюда, пожалуйста, выступайте от трибуны. Пошли. Нам говорят, что эта школа впереди академия. 30 лет школа. Такая же школа, еще более трудная была у ленинских большевиков и рабочего класса, вообще необразованного. И давным-давно случилась Октябрьская революция по этим меркам, а у нас грамотные рабочие, советские рабочие, которые были у власти, всему обучены, обучены памятью советским школам, все никак не могут пройти школу профсоюзов, чтобы устроить забастовку в один и тот же день, договорившись между собой. Что-то как-то не стыкуется, хочется узнать по поводу 30 лет в прошедшем. Пожалуйста, кто еще хочет? Есть желающие? Уважаемые товарищи, прежде всего я бы хотел сказать о том, что для того, чтобы была политическая забастовка, конечно, нужны просто забастовки. Для начала. Мы знаем, что сейчас забастовок очень мало, крайне мало. А то, что называют забастовками, зачастую этими забастовками не являются. Это некие коллективные действия, в той или иной степени выраженности. Но до оформленной по всем правилам забастовки дело доходит крайне редко. И, конечно, это обусловлено с одной стороны недостаточной активностью со стороны трудящихся, со стороны работников. Здесь надо совершенно справедливо заметить, что конечно, даже стихийная борьба на предприятиях ведется крайне слабо. Что уже говорить об организованной борьбе. Вместе с тем мы видим, что отдельные стихии такие выступления бывают. И встречаются, они в основном возникают в основном по вопросам невыплатной заработной платы, когда собственно говоря, поезд уже ушел и сделать что-то, изменить как-то кардинальное свое положение очень сложно. Особенно в условиях современного варианта ведения бизнеса, когда уже может быть и требовать нескольку эту заработную плату. Но тем не менее остаются крупные предприятия, на которых есть крупные коллективы, есть предприятия, на которых работает достаточное количество рабочих и несмотря на то, что управленческий персонал и вспомогательный персонал разросся, в том числе и на этих предприятиях, но тем не менее рабочие до сих пор составляют на промышленных предприятиях значительную силу. Но эта сила находится в таком потенциальном виде, то есть это потенциальная энергия, накопленная энергия. Для того, чтобы настало энергии действия, необходимо, конечно, организации проведения забастовок. Дмитрий Юрьевич совершенно справедливо сказал о том, что право на объединение в ассоциации становится для работников, для рабочих главным. Но здесь не только потому, что объединения ценны сами по себе, но и потому, что рабочие, как экономически более слабая сторона, в противоречии между трудом и капиталом, они не могут противостоять в одиночку силе капитала, не могут противостоять работодателю. Поэтому объединение, собственно говоря, это единственный способ отстоять свои права, это единственный способ отстоять свои интересы в борьбе с работодателем. И это право закреплено в международных нормах, это право закреплено и в российском законодательстве. Но, как известно, право на объединение без права на забастовку и без возможности проведения забастовки является фикцией. И коллектив может без права на забастовку выступать только в качестве коллективного просительства. То есть, как справедливо было записано в определении Верховного Суда по рабочим спорам Германии, право на объединение без права на забастовку превращается в коллективное попрошайничество. И с примерами коллективного попрошайничества мы постоянно сталкиваемся. Вот эти обращения на видео к президенту, к другим представителям власти с просьбой помочь это есть не что иное как коллективное попрошайничество в такой наиболее яркой форме. Почему это происходит? Происходит это отчасти от того это первый момент это недостаточная активность со стороны работников с другой стороны это конечно особенности российского законодательства которые максимально затрудняют проведение забастовки. И задача политических партий особенно партий которые действуют в открытом политическом поле то есть участвуют в выборах участвуют в выборах представительные органы власти задача выдвигать требования о максимальном облегчении законодательства о забастовках на сегодняшний день процедура настолько усложнена она требует многократного обращения к работникам что собственно говоря и делает крайне затруднительным даже для крупного профсоюза объявление забастовки себя на предприятии я не буду сейчас вдаваться во все технические подробности но суть в том что забастовку можно объявить только в рамках коллективного трудового спора для инициации коллективного трудового спора необходимо заручиться половиной поддержкой половины больше половины всех сотрудников предприятия для того чтобы объявить забастовку также необходимо заручиться поддержкой более половины сотрудников предприятия и таким образом профсоюз сам по себе не может объявлять забастовку. То есть, он постоянно должен обращаться к работникам. Ну и представьте, на современном крупном предприятии, особенно в условиях, когда работодатель максимально стремится разобщить работников, собрать общее собрание, собрать половину всех работников и выдвинуть эти требования. Отчасти решает эту проблему сбор подписей. Но опять же, мы видим то, что подписи нужно собирать неоднократно. Для того, чтобы инициировать трудовой спор, необходимо проводить коллективные переговоры. За какие требования нужно проводить коллективные переговоры? В принципе, можно взять любое требование. Любое требование. Допустим, выдвинуть изолированное требование повышения заработной платы. С этим требованием идти к работодателю. И дальше проходить все процедуры, включая объявление трудового спора, составление протокола разногласий, примирительные процедуры, объявление забастовки и переход забастовки. Но Произоборожная партия России и Российский комитет рабочих предлагает в качестве такого требования к работодателю выдвинуть целиком свой проект коллективного договора, где будет записано уже не только повышение заработной плод, но и сокращение рабочего дня, и улучшение условий труда, и гарантия для профсоюзных работников, и социальные гарантии. Все в совокупности. Понятно, что работодатель не примет такой договор в целом. Но это будет поводом для инициации коллективного трудового спора и для объявления забастовки. Забастовка объявляется бессрочная, она может проходить в разной форме, в том числе и в виде сокращения рабочего дня до шести часов, и уже одно из требований таким образом будет выполнено. Она может быть приостановлена на неопределенный срок. Ценность выдвижения такого требования в том, что оно едино, и здесь, собственно говоря, нечего обсуждать с работодателем. Он либо принимает это требование, либо отвергает его. Если он его отверг, дальше идет все то, о чем я рассказывал. То есть, это сокращает путь к объявлению забастовки. Забастовка бессрочная, постоянно действует забастовочный комитет. Соответственно, в любой момент забастовка может быть возобновлена. Она может быть возобновлена по любому поводу. Можно дальше брать любой пункт из проекта коллективного договора, выставлять его в качестве отдельного требования и возобновлять коллективные переговоры. А для объявления забастовки уже не нужно будет проходить вновь все процедуры, потому что уже есть идущий неразрешенный коллективный трудовой спор. И для объявления забастовки достаточно будет уведомить установленные законом сроки работодателя о возобновлении забастовки. То есть, таким образом, вот эта забастовочная активность, она будет поддерживаться на постоянном уровне. и вопрос прохождения всех длительных процедур, он будет решен на данном конкретном предприятии. Когда у вас есть забастовочные комитеты, вы можете объявлять в том числе и забастовку. Мы не можем сказать, что это забастовка солидарности или политическая забастовка, потому что такие забастовки вне закона. Но если на одном предприятии забастовали, на другом предприятии забастовали, исключительно за принятие коллективного договора на своих предприятиях, и такие забастовки охватили весь город, все совершенно в рамках закона. И дальше уже, конечно, то, о чем рассказывал Дмитрий Юрьевич. То есть, для того, чтобы говорить о выдвижении каких-то политических требований, нужно твердо встать на путь забастовочной борьбы. Если этого не будет, ни о объявлении, конечно, никаких политических забастовок речи быть не может. Ну и, наконец, как пройти вот этот путь? Рабочая партия России, Российский комитет рабочих предлагает создавать рабочие секции в профсоюзах для того, чтобы завоевать в действующих профсоюзах большинство. Потому что зачастую выход из профсоюза, создание, даже если нет выхода из профсоюза, но создается альтернативный профсоюз, это рассматривается согласно уставу многих профсоюзных организаций, как подрыв профсоюзного единства. Так вот, здесь речь идет о том, что мы не подрываем единство, создавая внутри профсоюза секцию, а наоборот усиливаем это единство. И создается ядро, боевое ядро внутри профсоюза, которое дальше будет привлекать к себе других работников. Таким образом, завоевывается большинство и в профсоюзе, и в коллективе. Вот эта тактика, которую предлагает рабочая партия России, которая утвердила в своих постановлениях Российский комитет рабочих, она должна применяться, Российский комитет рабочих рекомендует применять ее в рабочих профсоюзах. А дальше дело за практикой. Заключительное слово. Спасибо, Денис Борисович. Дорогие товарищи, вот эти решения, правильные решения, я считаю, как рабочие, видя все это, что происходит на предприятиях, какая расстановка сил. Вот, допустим, вот я хотел показать, в общем-то, эти самые требования, да. То есть, ну вот, требования, да, вот я написал, да, основные требования из проекта коллективного договора. Ну вот, допустим, эти требования, да, я там пока принес профсоюз, да, ну, даже, допустим, я их сдам, зачитаем мы их на конференции, да, вот будет конференция, да, состоится там, за заключением коллективного договора. Ну, хорошо, там, значит, профорк там или кто-то зачитает, или мне там может дадут выступить с этим, как он, здесь, да, я зачитаю эти требования, да, улучшающие положение работников. Ну вот мы хотим, да, послушали, похлопали там, может быть, ну, и как бы, и что, и все. Вот, и так это и останется в воздухе. И если мы, рабочие, не создадим свою секцию, не соберем подписи за этот договор, за выдвижение требований, чтобы принять его в целом, этот договор, так это все и останется на бумаге, товарищи. Вот, и наша жизнь так и будет ухудшаться, если этого не сделать. Вот, а для этого, чтобы это реализовать, у нас есть партия рабочего класса, как говорится, ум, честь и совесть, вот, рабочая партия России, есть российский комитет рабочих, где представители от своих коллективов приезжают, делятся своим опытом, выдвигают постановления, вот, которые отвечают интересам рабочего класса. Поэтому всех сознательных и несознательных рабочих, всех призываю, изучайте, знакомьтесь с материалами Российского комитета рабочих, которые опубликованы на сайте Фонда рабочей академии, на Ютубе, пожалуйста, есть газета. Вот, давайте объединяться и реализовывать наше право буржуазном обществе, на право на объединение. Вот. И, как говорил, да, Чернышевский, что право, право, это, значит, право есть на золотом блюде, если оно у вас есть. Вот. Но вот, у кого из рабочих есть золотое блюдо, чтобы реализовывать свои права в буржуазном обществе, то есть за свои права надо бороться, дорогие товарищи. И вместе с рабочей партией России, вместе с профсоюзами, с рабочими товарищами в рабочих секциях мы победим. Спасибо за внимание. Уважаемые товарищи, следующее занятие состоится 1 апреля. Тема занятия «Диктатура пролетариата как инструмент пробуждения человека в коняге» выступает первый секретарь Родфронта Тюлькин Виктор Ваткальчук. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова